Олеся Яхно, политолог, присоединяется к нашему эфиру. Олеся, приветствую. Здравствуйте. Вообще сам разговор, вот давайте с такого, да, апрель 24-го, третий год войны, и мы говорим о том, что Европарламент поддерживает резолюцию о противодействии попыткам российского вмешательства в выборы, имея в виду пропаганду. Что же за живучая такая пропаганда, что вроде бы уже как-то все понятно, а до сих пор приходится принимать резолюции, ограничивать влияние этих медиа. Как так получилось? Дело в том, что Россия подстраивается не только к военному фронту, используя, например, паузу военной помощи Украине, но она и подстраивается к информационному фронту. И если Запад и другие страны защитились от прямой пропаганды, например, ограничив телеканалы, там тоже Russia Today, или другие прямые каналы вещания, которые озвучивают российскую пропаганду, то масса других завуалированных способов и целых инструментов дезинформационных кампаний, которые Россия активно начала запускать за последние полгода, они не столь явны были в начале для обнаружения, и поэтому по ходу этих видоизменившихся способов Запад и реагирует. Надо сказать, что действительно за последние полгода Россия активизировала свои дезинформационные кампании практически во всех регионах мира. Даже если мы говорим об Африке и Латинской Америке, где была недавно запущена целая кампания, например, по дискредитации Запада в части так называемых биолабораторий. То есть то, что мы уже проходили применительно к Украине. Также активным вниманием, естественно, пользуются США и Европа ввиду предстоящих выборов. Это выборы в США, понятное дело, президентские выборы в Европарламент 6-9 июня, а также масса избирательных кампаний просто в отдельных странах. И если в отличие от прямых каналов трансляции пропаганды все понятно, это старые замусоленные одни и те же штампы, которые уже вроде бы всем известны, то новые методы, они пытаются тщательно завуалироваться под настоящие источники, причем не российские, а западные. Была масса информации о расследованиях, начиная там о Франции, где в пике митингов и акций протестов фермеров в части требований к Европейской комиссии, там изменение дотации, квот, это преподносилось и подавалось как протесты, которые касаются непосредственно Украины, а не вообще темы как таковой. Плюс стандартно, да, там тема антисемитизма и так далее. Также была масса информации публичной, например, о Чехии, о том, что была остановлена целая сеть влияния по подкупу европейских политиков с расчетом на выборы как раз Европарламента. Но также было большое расследование из того, что я прочитала в западных СМИ, касающиеся американской тематики, которая как раз и раскрывает многие методы российской пропаганды новые. Это я возвращаюсь уже к вашему вопросу. В частности, там речь шла о том, что были обнаружены секретные файлы европейской разведки, американской, которые были детально проанализированы несколькими изданиями. И там речь шла о том, что Россия выделяет целые бюджеты. Это курирует Сергей Кириенко. Целая компания масштабная, которая ориентирована именно на западную аудиторию, которая имеет несколько целых методов и инструментов. И задача главная которой – это подстраиваться под текущую тематику, понимать, какие темы являются дискутивными для общества той или иной западной страны и вплетать туда темы российской пропаганды. На это выделяются гигантские бюджеты. И там перечислялись некоторые даже способы. Например, такой способ, как дублирование издания западного, фейкового, выдавая его за настоящее. Также это скрытые ссылки, когда где-то опубличивается какая-то фейковая, лживая информация. Потом она рентранслируется массой других источников, когда первый источник уничтожается. И потом непонятно, нельзя выйти на этот первый источник. Но главная особенность этой новой дезинформационной кампании заключается в том, что подхватывается какая-то тема. Например, тема миграции в США, что активно обсуждается или поддерживается как важная тема частью республиканцев. И туда приплетается сразу украинская тема. Вот смотрите, мы тратим помощь на иностранные государства, в то время как у нас самих есть проблемы. Ну и так далее и тому подобное. И там описано вот множество таких новых дезинформационных способов о том, что нанята куча сотрудников. Не просто которые там пишут фейковые комментарии и новости, но и социологи, которые отслеживают, как на это реагирует общественное мнение и так далее. Поэтому Россия активно подстраивается. Она имеет несколько тем, например, одна это сокращение единства внутри Запада, поддержка изоляционистских настроений, поддержка настроений, которые направлены на сокращение какой-либо иностранной помощи вообще, имея в виду прежде всего украинцев. И это расколы разъединения внутри любых западных обществ. Ну, например, применительно к теме США, тема иностранной помощи показывалась так, что как будто от этого будут страдать белые американцы, потому что они главные жертвы такой политики. Ну и так далее. Поэтому российская пропаганда, да, вот она видоизменяется. И очень правильно, что Запад на это обращает внимание, ввиду выборов в Европарламент. И ввиду того, что действительно сломать вот это единство на уровне позиции, по крайней мере, по главным вопросам и запускать массу разъединяющих тем, в этом всегда заинтересована Россия. Или даже есть другие примеры, когда утечка информации, например, в разговоре между германскими военными, когда речь шла о предоставлении дальнобойных ракет «Таурус», она была почему-то именно опубличена в России. Дальше это все показывалось или там нагнеталось как большие противоречия между Германией, Францией и Великобританией. Это тоже один из примеров. Поэтому, ну вот, возвращаясь на ваш вопрос, дезинформационный фронт российский, как и военный фронт, он не стоит на месте. Россия активно подстраивается под ситуацию, и мне сомнение, что она будет использовать любой повод настоящий, где есть тема, которую можно доводить до противоречий, она будет активно этим использоваться. И сам факт то, что во время дебатов в Конгрессе и до того, во время закрытых обсуждений в соцсетях, некоторые республиканцы повторяли темы российской пропаганды, и об этом говорили сами республиканцы. Например, тот же Майкл Макколл, он говорил, что часть наших коллег заразилась российской пропагандой, когда в открытую, как бы, да, озвучивалось то, что уже было, ну, как раз такой явной темой российской пропаганды. Там, например, о том, что украинские какие-то чиновники или политики покупают дорогие виллы рядом с селебрити, с голливудскими. Ну, а тема биолабораторий, да, как тоже, да, было сказано, что мы подумаем о помощи Украине, когда будут закрыты биолаборатории, как сказала, как ее фамилия Меджери, помню. Тейлор Грин. Тейлор Грин, да. О ней я и говорила, что она озвучивала. Более того, есть тема, как бы, убийств, там, знаете, тоже, что хотели, там, типа, убить президента Франции или, там, премьера Польши в Украине или, там, еще какие-то темы по дискредитации украинских спецслужб. Например, тоже я читала такой прецедент, когда, типа, какой-то блогер в Египте опубличил расследование как раз о том, что украинские чиновники и политики действующие покупают дорогие, там, виллы и яхты в Египте. И он об этом, он запустил этот фейк, как бы, его проговорили как фейк, уже все это потом, как бы, да, сказали, что это неправда, включая сами египетские власти. Потом проходит несколько месяцев, запускается новый фейк, что этого блогера убили, и якобы его убили представители украинских спецслужб. Этот фейк запускается по новой, и это тоже один из примеров, как бы, да, вот этого разнообразия тематического российских дезинформационных компаний. На это, кстати, тоже указывалось о том, что Россия берется за самые разнообразные темы из расчета на то, что какая-то из них в процессе все-таки сработает и заденет какую-то часть общества той или иной страны. Поэтому, на самом деле, это серьезный вызов для всех демократий, как бы, с одной стороны, на то они и демократии, где преимуществом является свобода слова, свобода дискуссии, да, открытые площадки. Но то, что Россия этим пытается воспользоваться, этими инструментами как раз демократии, это является вне сомнений, поэтому, наверное, это для, ну, прежде всего, задание и такая задача для конкретных властей, конкретных стран упреждать то, чтобы такими площадками могла Россия пользоваться в своих дезинформационных компаниях. Давай. — Олесь, действительно, несмотря ни на что, но российская пропаганда продолжает действовать, и вот вы сейчас, действительно говоря, понимаешь, что, ну, эти процессы есть, никуда они не делись, и в какой-то момент они даже, мне кажется, усилились, да, после 24 февраля 2022-го в Европейском Союзе, хотя там есть и доктрины по борьбе с российской пропагандой, и каждая страна в отдельности принимала решения, в частности, о странах Балтии, которые, да, форпостом иногда выступают и запрещают российские интернет-ресурсы и так далее. Но, несмотря на это, есть еще один уровень, мне кажется, это немножечко еще один уровень, ну, скажем так, российской пропаганды, как ее можно распространять. О ней недавно говорил премьер-министр Бельгии Александр Докров, да, это то, что Российская Федерация подкупала депутатов Европейского парламента для распространения пропаганды. Мы сейчас к Европе, да, ближе. По его словам, тогда было налажено тесное сотрудничество между бельгийскими и чешскими спецслужбами с целью разгрома российской пропагандистской сети. Я не совсем знаю, насколько там результаты, насколько удалось все-таки разгромить российскую пропагандистскую цепь, эту сеть и цепь, потому что, ну, на самом деле, все равно, я думаю, что так или иначе в любой европейской стране все равно продолжают работать и агенты российского влияния, никуда мы от этого не денемся. Зачастую эти процессы очень усиливаются в тех европейских странах, где предполагаются выборы, либо же уже идут выборные процессы. И это действительно, ну, к сожалению, продолжает работать. Какая цель, понятно, иметь все-таки свое фактическое представительство на территории той или иной европейской страны, хотя зачастую они себя идентифицируют как демократические страны. Поэтому, наверняка, вот давайте первое констатируем, и я вас попрошу, запретить, ну, точнее как, остановить распространение российской пропаганды до конца наверняка невозможно. Хотя тут, может, я и ошибаюсь. Но каким-либо образом противоядие найти наверняка можно. Вот как это сделать? Ну, во-первых, российская пропаганда, она действительно пытается использовать как бы те партии и тех политиков, чью риторику можно двигать в сторону как раз пророссийской. То есть это прежде всего ультраправые, ну, или там ультралевые, но в большей степени ультраправые, изоляционистские политические силы, которые, как бы, да, они и так выступают евроскептиками, они и так годами говорили о том, что вот Брюссель там слишком монополизировал полномочия, надо это пересматривать. И Россия, конечно, активно подхватывает именно такие, как бы, да, вот политические партии и лидеров, с которыми можно работать и дальше развивать, вплетая туда и тему российской пропаганды. Это я к тому, что прежде всего такие политики и партии должны находиться под вниманием самих властей конкретных стран. Я не имею в виду, там, ограничение свободы слова или политической позиции, потому что все-таки в Европе есть демократия, она никуда не исчезнет. Но прежде всего проверка контактов, связей, финансирований, там, нет ли там, да, действительно какой-то цепочки, связывающей с Россией. То, что была остановлена сеть в Чехии и издание The Voice of Europe, которая использовала как раз вот таких, как бы, политиков, результат имеет. Нет, потому что мы знаем, что в ряде партий, в ряде стран отдельным политикам, действующим, которые представляют парламент из своих стран, запретили участвовать в выборах в Европарламент. Это касается Германии, например. Вот недавно был большой скандал, он касается Греции, где небольшая ультраправая партия, которая попала в парламент, она, оказывается, маскируется под партию, которая раньше была известна там, да, своими, ну, такими очень ультра, скажем так, нацистскими позициями. Это так сами пишут, характеризуют грецкие власти, которые ориентированы на выборы в Европарламент. Уже очевидно, как этим может воспользоваться Россия. Поэтому таких скандалов и историй, когда или отдельная партия, или отдельные политики, там, опять же, классика жанра Германия и та же альтернатива для Германии, где люди напрямую, да, могут быть связаны с Российской Федерацией, это действительно работа, возвращаясь к вашему вопросу, как это упреждать для местных спецслужб и властей именно в части проверки контактов. Уже зафиксированы, многие соцопросы зафиксировали тренд о том, что на выборах в Европарламенте действительно ультраправые, ультралевые, в целом изоляционистские политические силы могут существенно увеличить свое присутствие. Я читала цифру, что в 27 странах 18 стран могут как раз дать вот это большинство ультраправых, ультралевых политических сил. И ограничить, конечно, Европа не может этого, потому что, я повторюсь, да, в Европе есть демократия, но проверять действительно контакты и связи, мне кажется, это задача, которая важна с точки зрения того, чтобы не пропустить тайминг и как бы своевременность. Потому что на фоне тех заявлений, которые, например, делает Орбан, который говорит, что вот он там возлагает большие надежды на то, что может там измениться конъюнктура, он это говорил на фоне, опять же, заявлений Трампа там месяц назад и два месяца назад, говорит о том, что действительно вот этот тренд, когда изоляционистские политические силы могут увеличить свое присутствие и поменять, если не полностью развернуть, то частично поменять повестку обсуждения, такой риск есть. Европарламент насчитывает более 700 депутатов, и с какого-то момента, ну, когда он голосует за реальные меры, которые могут ограничивать или там вводить экономические инструменты или другие инструменты, которые могут влиять реально на ситуацию, Европарламент стал действительно площадкой, которая, ну, как бы за которую борьба усилилась. И усилия Российской Федерации, соответственно, тоже. Поэтому я думаю, что прежде всего сами действующие власти конкретных стран, если они хотят избежать последствий политических кризисов и дестабилизации на фоне разных дезинформационных компаний внутри своих стран, должны, как бы, да, ну, вот активно уделять этому внимание. Потому что, вне сомнений, что даже если какая-то сеть Российской Федерации была там, да, остановлена, сеть влияния, как, например, вот в Чехии, или когда какие-то конкретные люди, вот есть такой Илья Гамбашидзе, который был, против него США вели санкции как раз за дезинформационные компании в Соединенных Штатах. Если какие-то сети были остановлены, это не означает, что Россия не будет запускать новые, и что таких компаний, попыток таких компаний будет не проводиться и в будущем. Так что этому должно быть уделяться внимание. Те прецеденты, которые есть, когда, например, конкретным политикам, решением суда запрещают участвовать в выборах в Европарламенте на основании данных и доказательств связи с Российской Федерацией, я думаю, что это должно становиться такими громкими прецедентами, которые должны активно звучать с тем, чтобы упреждать и показывать действия России, какие она может предпринимать, и показывать это активное поле работы Российской Федерации. Но кроме того, кстати говоря, это всегда касалось Украины, но отчасти Запада тоже. Мы видим, что российская пропаганда заходит туда и активно проявляет себя там, где есть пустое место, ну как бы, да, вот это интерпретации. Там, где вовремя не звучит четкая позиция, или там, где вовремя, например, не дается оценка, или если какой-то фейк тут же не опровергается, Россия дальше начинает активно с этим работать. И это, конечно, тоже говорит о том, что информационные усилия и ресурсы, которые выделяются на информационные усилия, как в Украине, так и на Западе, должны быть значительными. Потому что бюджеты России только растут, мы видим, да, и это никуда не исчезает. И это тоже показатель того, что этот фронт, он не менее важен, чем и военная составляющая. Последний вопрос, Олеся, у нас не так много времени, последний вопрос. Вот мы с вами говорим о пропаганде, противодействии. Почему до сих пор включаешь пропагандистский выпуск новостей канала «Россия»? Один журналист записывает свой материал из Берлина, другой из Лондона, третий из Вашингтона. Они имеют аккредитации, они имеют визы. Это как можно объяснить? Это как раз то, о чем я говорила. Это демократия и те инструменты, когда в полной мере Запад не может полностью ограничить. Но, знаете, одно дело, когда, допустим, российские пропагандисты открыто, да, вот он как бы делает сюжет, он это открыто говорит на российские источники, и можно на это подать в суд, как бы, да, вот человек там говорит неправду. На это можно подать в суд, или если это правда, а не просто его мнение, неправда, это не просто его субъективная трактовка, а действительно коверкание фактов, можно подать в суд и забрать как раз лицензию, аккредитацию. Это проще сделать. А тот факт, когда завуалированные дезинформационные компании, когда проплаченные политики, когда фейковые ресурсы, когда это все подхватывается и активно обсуждается, это гораздо сделать сложнее. Но я тут с Вами согласна, что, наверное, все-таки Запад должен быть строже в части аккредитации, если явно это звучит как пропаганда и как ложная трактовка событий, потому что в сумме своей, да, если добавлять вот таких или суммировать несколько или много таких проявлений, то, наверное, они, да, дают какой-то результат. И особенность российской пропаганды в том, что она не говорит, даже российских Russia Today и так далее, что они не рассказывают о России, да, там, западному обществу, а они, как правило, используются как площадки для того, чтобы давать свою пропагандистскую оценку того, что происходит, ложную оценку того, что происходит на Западе, чтобы на этом фоне, опять же, впаривать собственным гражданам, да, как, значит, как там плохо на Западе или как они все делают неправильно и как мы делаем все правильно. И это тоже для всех очевидно, поэтому здесь я согласна с Вашей постановкой вопроса. Наверное, надо быть строже в той части, когда явно очевидно, явно доказано, что это неправда или что это дезинформация, и можно ставить вопросы действительно о лишении аккредитации или лишении лицензии. Тем более, что на Западе прекрасно понимают, что в будущем, вот в этот электоральный год, который является вызовом для демократии с разных точек зрения, в этот электоральный год будут прилагаться колоссальные усилия России как раз для того, чтобы этим воспользоваться. И со временем, мне кажется, что вот Запад, он пересматривает все свои стратегии или многие стратегии важные, там, оборонную, энергетическую, там, продовольственную и так далее. И в части информации это тоже будет касаться, и я думаю, что здесь, во всяком случае, ужесточение в сфере социальных платформ, да, вот этих открытых, как бы, да, медиаплощадок, я думаю, что здесь они тоже будут. Спасибо, Олеся, спасибо, всегда рады вам. Спасибо. Олеся Яхно, политолог, у нас в студии мы обсуждали российскую пропаганду и методы борьбы с ней до сих пор это актуально. И будем следить за этой темой. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова